Секвои, вечно зеленые, магнолии, крупноцветковые, подснежник воронова, цикламен, коски. Одних орхидеи здесь девять видов. Особую ценность представляют сохранившиеся коренные дубравы. Здесь и дуб грузинский, и бук восточный, и липокавказская. Многие виды, произрастающие в Бытхинском лесопарке, занесены в Красную книгу России. Впрочем, как и некоторые хищные птицы, которые здесь гнездятся. К слову, этот лесной массив не просто полон редких и исчезающих видов флоры. Ко всему прочему, он укрепляет склон, а эта территория, как известно, оползневая и сейсмоопасная. Несмотря на это, склоны Бытхи продолжают интенсивно застраиваться. Охранный же статус позволит избежать неблагоприятных геологических процессов, утверждают ученые. На месте побывал и мэр курорта. Анатолий Пахомов поручил облагородить лесопарк благодать и сделать его более комфортным для отдыха горожан. И в будущем, после придания охранного статуса, тут Анатолий Николаевич поручил разработать туристический экскурсионный маршрут, который будет очень ценной новой визитной карточкой города, потому что у этой территории есть еще и историко-культурный компонент. Общая площадь территории, предлагаемая для придания статуса памятника природы местного значения, 100,5 гектаров. Здесь еще и расположены геологические образования, скалы, гигантские валуны и урочище каменный хаос. Все это члены Русского географического общества отобразили в комплексном экологическом обосновании. В обязательном порядке делать это особо охраняемой природной территорией городского масштаба. Надо в обязательном порядке восстановить там Теренкур, сделать замечательную зону отдыха для наших горожан. Это еще одна идея, которую мы обязательно до конца этого года воплотим в жизнь. Все восстановим и постараемся соединить этот Теренкур с действующим Теренкуром, который у нас есть там же, на Мацесте. Это должна быть рекреационная зона. Рабочая группа уже создана, разработан и алгоритм действий. Первые новости ожидаются в конце апреля. К этому времени свою часть работы должны выполнить специалисты управления земельного контроля города. Ольга Десятого, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.